Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я поделюсь с вами опытом борьбы с вредителями в теплице, а также расскажу о том, как обезопасить свой урожай на следующий сезон. В Беларуси, как и во многих других регионах, появился такой вредитель, как белокрылка. Нередко в теплицах он наносит огромный урон урожаю. Против данного вредителя применяют химические и биологические препараты. Но я негативно отношусь к химическим препаратам, ведь белокрылка очень быстро привыкает к таким препаратам, и они попросту от этого вредителя неэффективны. Против белокрылки гораздо лучше использовать биологические препараты, ведь к ним у вредителя привыкания не возникает. Сейчас середина сентября, и посмотрите на мои томаты в теплице. Все листья зеленые, нет никаких признаков вредителей и заболеваний. И все дело в грамотном применении биопрепаратов. Весной, когда я высаживаю томаты в теплицу, я готовлю лунки и вношу в них триходерму. Проливаю ямки водным раствором препарата. А затем в летний период я обрабатываю томаты два раза по листу раствором баверии. Вот использую такой препарат от фирмы Профит Баверия в гранулах. Для новичков хочу рассказать, что такое баверия. Постоянные зрители, конечно, о ней много раз слышали, но наши новые зрители наверняка и не знают, какой это полезный препарат. Баверия – это почвенный гриб, который помогает справиться с различными листогрызущими насекомыми. Такой препарат можно вносить как в почву, так и обрабатывать растения по листу. Когда мы добавляем гранулы баверии в воду, то с наших гранул споры попадают в водный раствор. Затем при обработке на листья насекомые, питаясь листьями, подгрызая их, либо выпивая сок, поглощают споры. Спора прорастает во вредителе, и вредитель погибает. Затем этот вредитель, в котором проросла спора, опять же спороносит, и новые вредители заражаются спорами. И таким образом идет такая цепная реакция. И в большинстве случаев все вредители в теплице поражаются такими спорами и погибают. Хотя томаты еще плодоносят, однако через несколько недель уже могут быть ночные заморозки. Урожай, конечно, придется собрать, даже если он не дозрел. А также приступить к очистке теплицы от различных растительных остатков. Многие после того, как убрали теплицу, стремятся сразу же перекопать почву, чтобы все выглядело опрятно и чисто. Однако я не советую делать такие действия. Так как споры болезни и многие вредители живут в верхнем слое почвы, то перекопав наши грядки в теплице, вредители попадают на глубину, и им обеспечена хорошая благоприятная зимовка. Перед тем, как перекапывать почву, ее нужно вначале обеззаразить. От различных фитопатогенов лучше всего применять триходерму. Раствором триходермы нужно пролить почву. Значит, на метр квадратный понадобится как минимум 5 литров водного раствора. Наверняка вы все знаете, как растворять триходерму. Вот если это, опять же, препарат от профит в гранулах, понадобится 2 чайные ложки на 10 литров воды. В раствор можно добавить пару ложек сахара, либо немножко варенья, чтобы споры быстрее активировались. Раствор настоять примерно сутки и пролить почву. На квадратный метр 5 литров раствора. Затем, когда почва пролита, нужно выждать 2 недели. А только затем проливать почву от вредителей, зимующих в почве, от той же белокрылки. Дело в том, что триходерма быстрее активизируется в почве, быстрее действует. И при совместном внесении других биологических препаратов, грибных препаратов, например, того же метаризиума или баверии, может быть небольшая конкуренция. Все-таки триходерма может их чуть-чуть подавить, их развитие. Поэтому соблюдайте интервал, хотя бы 2 недели. Баверию растворяют так же, как и триходерму. 2 чайные ложки гранул на 10 литров воды, немножко сахара, либо варенья, настоять сутки и пролить почву. У многих зрителей возникает вопрос, почему гранулы не растворяются. Да гранулы и не должны растворяться. Это всего лишь циолит, на который заселены споры наших почвенных грибов. Попадая в раствор, споры смываются с циолита, водный раствор, и попадают в почву, либо на растения. А гранулы остаются. Их можно непосредственно внести в почву, либо в компост. Будет только польза. Перекопку почвы в теплице нужно провести в максимально поздние сроки, когда уже наступают заморозки. Когда мы перекапываем почву, те фитопатогены, либо вредители, которые не погибли от применения, например, биопрепаратов, и, ну, возможно, погибли, возможно, нет, до конца мы не можем быть уверены, мы их выкапываем на поверхность, наступают морозы, и эти патогены и вредители будут погибать. Поэтому перекопочку в максимально поздние сроки. Что касается посева сидоратов. Если в вашей теплице поселилась белокрылка, то никаких сидоратов высевать нельзя, ведь они послужат дополнительным питанием этому вредителю, и в следующем сезоне белокрылки может стать еще больше. Подготовьте свою теплицу в зимовке, обработайте ее, и в следующем сезоне проблем с вредителями и болезнями будет гораздо меньше. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok